В этом году празднует 120 лет со дня рождения Степана Васильева. И как раз в Алданском районе состоялось заседание золотодобывающего образовательного кластера, посвященное предстоящей дате. Татьяна Вахнина продолжит. Рабочая неделя в Алданском политехническом техникуме была ознаменована мероприятием торжественным и важным. Здесь состоялось республиканское заседание золотодобывающего профессионально-образовательного кластера, посвященное 120-летию со дня рождения политического и государственного деятеля Якутии Степана Васильевича Васильева. Организаторами заседания выступили Министерство профобразования, подготовки и расстановки кадров Якутии, Республиканское министерство промышленности, администрации Алданского района и руководство техникума, на базе которого и был создан кластер два года назад. Кластер, который создан Министерством профобразования здесь на базе Алданского политеха совместно с ГРК «Алдан золото» и с другими предприятиями, он один из наиболее успешных. Вклад Степана Васильева в золотодобывающую промышленность не только Алданского района, но и республики и страны бесценен. В 30-х годах прошлого века он стал одним из основателей треста «Якут золото» – флагмана якутской промышленности. В очень сложных условиях, в условиях транспортной изолированности, удаленности, в условиях отсутствия опыта промышленности нужно создать эту отрасль. И в этом плане Алдан сыграл ключевую роль, поскольку это был первый очаг промышленности, индустриальный центр, который позволил республике параллельно с сельским хозяйством, с традиционными видами деятельности, приобрести новый вид деятельности – это промышленность. Первой отраслью промышленности была золотодобывающая. В памяти Степана Васильева был посвящен круглый стол. С пленарными и тематическими докладами по нескольким направлениям выступили более 15 сотрудников и ветеранов золотодобывающих предприятий Якутии, представители власти района и специалисты образования. В работе круглого стола также приняли участие школьники и студенты. Молодежь в первую очередь должна знать, потому что Алданский район, в первую очередь это золотодобывающий район, здесь добывается основной объем золота по всей республике. В результате дискуссии был разработан ряд предложений и рекомендаций. После официальных и торжественных мероприятий участникам заседания была предложена экскурсия на учебно-испытательный полигон Алданского политехнического техникума. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, НВК САХА, Алдан.